В последние годы с развитием игровой индустрии развивается и темная сторона, связанная с мошенничеством. Условно, мошеннические схемы можно разделить на два вида. Это игры-подделки и обман пользователей во время игрового шопинга. Первый вид ориентирован на обман пользователя путем подмены оригинальной игры подделкой. И здесь злоумышленникам приходится тщательно готовиться. Они размещают в сети интернет фальшивый сайт, который внешне напоминает оригинальный ресурс. Здесь есть все – публикации, видео и даже отзывы довольных пользователей. Но фактически поиграть этим контентом вам не получится. Скорее он постарается украсть у вас персональные данные или данные банковской карты. Способы противодействия здесь достаточно просты. Старайтесь использовать официальные магазины приложений и оригинальные ресурсы разработчиков. Второй способ обмана реализуется в процессе игрового шопинга, когда вы решили прикупить виртуальный аксессуар или вообще новый аккаунт. Для этих целей в интернете существуют специальные платформы, которые позволяют это сделать по привлекательной цене. Вы связываетесь с продавцом, переводите деньги, но в результате остаетесь и без аксессуара, и без денег. Чтобы избежать такой способ обмана, старайтесь осуществлять все покупки непосредственно в игровом приложении. И не забывайте про базовые правила безопасности при создании аккаунта. Лучше использовать вымышленное имя и сложный пароль, состоящий из букв разного регистра, спецсимволов и цифр. На сегодня все. Пока!